Я и не против гордиться, только что гордиться нужно с открытыми глазами. Когда откроют архивы Министерства обороны полностью, они вот так выборочно, как сейчас, когда откроют архивы госбезопасности, когда откроют архивы Министерства иностранных дел, вот тогда мы посмотрим на эту историю и будем гордиться. Там есть чем гордиться, потому что действительно подвиг народа был. Но при этом надо отчетливо понимать, что внешняя политика государства в 1939 году была преступной. И что вообще говоря, в огромной степени жертва, которой пришлось понести народу, это следствие именно этой преступной и недальновидной политики. Но вот у нас не хотят об этом помнить. И еще недавно опять кто-то из официальных лиц говорил про освободительный подход в Западную Белоруссию, Западную Украину. То есть это вот клише советских времен, снова оживают. Освободительный поход это месяц до войны? Ну, 1939 год, нападение на Польшу. Да, да, да. Это был освободительный поход. Ну, в советских учебниках так писали. И сейчас это... Катынь была освободительным походом. Катынь это вообще опять у нас подставят под сомнение. Уже есть разные письма с требованием пересмотреть. Хотя тут уже и позиция высших властей вполне очевидна. И опубликованные документы, без которых и так было все понятно. Но официально опубликованы подлинные документы. Это, почему я говорю, что это некое квазирелигиозное сознание. Невозможно переубедить человека верующего, такими доводами разума. Вот в этом смысле оно именно квазирелигиозное. Это не знание, не рациональное убеждение, а именно вот вера. Редактор субтитров А.Семкин